Керамические изразцы Таких специалистов, как Николай Евгеньевич Единицы, будучи профессиональным художником, столкнулся с керамикой случайно и с этим хрупким материалом больше не расставался. Всю жизнь посвятил реставрации. Порой по крупицам восстанавливал изразцовые печи и камины во дворцах и храмах. Что такое реставрация? Это как бы лечение. Она предполагает сохранение исторического подлинника. Во-первых, консервация его, чтобы он дальше не разрушался. И дальше как методика можно докомпоновать, тонировать цветом, если методика это предполагает. Мало уметь обращаться с глиной, говорит мастер. Нужно разбираться в химии, истории, математике, культуре. Как вывести формулу глазури 17 века или расшифровать надпись на древнем языке, нигде не учат. Если вы попадете в знаменитые царицыные палаты 17 века в Сайно-Сторожевском монастыре, вы тоже там увидите печки, которые восстанавливал Николай Любимов со своими учениками. Конечно, уровень мастерства потрясающий. Очень красивый фриз. Приходите полюбоваться. Камин, сделанный для Александра Абдулова. Фриз настолько понравился самому автору, что он сделал для себя вторые экземпляры и хранит у себя дома, как память о вот такой удавшейся работе. Делом мужа вдохновилась и супруга мастера. Эколог по образованию Лариса Викторовна освоила так называемую флористическую керамику. Расскажите, как это происходит? Вот как получаются практически натуральные растения на такой тарелочке? Это я сначала собираю растения. Притом бывает такое, что ты идешь и видишь, что вот это ляжет, а вот это не ляжет. И буквально набираешь. У меня всегда полные карманы и сумки каких-то веточек. И эти растения я выкладываю, делаю композицию, потому что нужно обязательно, чтобы не пересекались толстые линии. То есть все это отрезается, выкладывается. Потом я переношу это на глину, прокатываю. Изделие высыхает, обжигается в печи и покрывается глазурью. Выставки работ Любимовых проводились в Германии и во Франции. Николай Евгеньевич восстанавливал израсовые печи в Ясной Поляне, на Водевичьем монастыре, печи во дворце царя Александра Михайловича в Коломне. И каждая работа приносит огромное удовольствие, признается художник. Я счастлив, спасибо добрым людям, Господу Богу, потому что кто-то нас управляет и направляет, что у меня так сложилось. Родителям спасибо большое, потому что без них бы ничего не было. И папа еще застал мои успехи какие-то, какие-то успехи. Ему это тоже нравилось. Так что я счастлив. Полина Бахова, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова». Субтитры создавал DimaTorzok